Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. И сегодня у меня не обзор, не ревью, а такое более нетипичное видео с обсуждением и анализом. Сегодня мы поговорим о теме, которая была супер актуальна несколько недель назад. Это тема Грэмми, но я буду касаться не именно какой-то новостной повестки, с которой я уже, естественно, опоздал. Нет, мы коснемся вещи, которые витают в воздухе уже много лет и в целом актуальна, особенно у музыкальных фанатов, критиков, журналистов, уже чуть ли не десяток лет. Мы поговорим о Бейонсе и ее наградах Грэмми. А точнее, я разберусь со своей позицией и того, что я нарыл и проанализировал, тему того, почему Бейонсе никогда не выигрывала альбом года на Грэмми, почему у нее всего одна награда в главных категориях и почему она вряд ли когда-либо возьмет альбом года. Да, наверное, заголовок такой пестрый и яркий, но на самом деле я хочу разобрать все прошлые номинации Бейонсе, поговорить о них чуть более детально, посмотреть на ее конкуренцию и после этого прийти к нескольким выводам, к которым я пришел. Заодно после этого, естественно, поконсультироваться с вами и посмотреть, как это видите вы и, возможно, вы согласитесь с моей позицией после той информации, которую я вам озвучу. И небольшой дисклеймер, если вы вдруг пришли на этот ролик в ожидании услышать мысли, что типа Бейонсе заслужила каждую награду за каждый вздох, вы не по адресу. И если вы пришли сюда для того, чтобы послушать, что Бейонсе вообще ничего не заслужила, она ужасная артистка хуже всех, то вам тоже не по адресу. Мы тут занимаемся, знаете, музыкальной критикой, тут я немножко в аналитику решил полезть, поэтому помните, на чей канал вы попали. Для начала я хочу посмотреть на самое очевидное, на номинации Бейонса в главных категориях Грэмми. Это четыре номинации. Альбом года, запись года, песня года и лучший новый артист. Сейчас я переключусь на озвучку и буду показывать вам номинантов и будем все разбирать по порядку. Итак, для того, чтобы разобрать все 13 номинаций Бейонса в большой четверке Грэмми, это, если что, запись года, песня года, альбом года, лучший новый артист, лучшего нового артиста она никогда не получала, так как была в составе группы раньше, то я предлагаю вместе со мной посмотреть Википедию, потому что тут проще всего ориентироваться и потом, когда мы закончим на это смотреть, это подведет к одной из важных мыслей визуально, про которые я хочу поговорить и заострить внимание. Итак, первая номинация Бейонса в большой четверке 2004 год, запись года, с песней Crazy in Love, ее первый сольный сингл. Как вы видите, номинация очень сильная, у нас тут абсолютно классика Outcast Ahaya, Lose Yourself Eminem, Clocks at Coldplay, Where is the Love at Black Eyed Peace. И, как мы видим, победила песня Clocks at Coldplay, получившая абсолютные восторги от критиков. Это был второй альбом Coldplay, A Rush of Blood to the Hat, и до сих пор этот альбом является самым высокооцененным в карьере Coldplay. А песню Clocks многие явно назовут лучшей за всю карьеру Coldplay, а если нет, то точно в топ-3. Песня Crazy in Love на тот момент считалась отличной поп-песней, ее называли летним хитом, но какого-то культа вокруг нее сразу не возникло. Если рассматривать прям честно, среди всех данных номинантов, Crazy in Love в рамках 2003-04 года кажется самой слабой, потому что Haya и Outcast с их альбомов Speakerbox, Love Below, просто легенда, Lose Yourself, сами знаете, Оскар забрал, Where is the Love считалась лучшей песней с альбома Black Eyed Peace, и в целом одной из их самых сильных композиций. Ну и Clocks от Coldplay тоже такая прям нетленочка, то есть тут очевидно Crazy in Love в проигрыше. Второй раз свою номинацию в большой четверке Бейонса получила в 2008 году, это запись года, за трек Irreplaceable. И снова смотрим на номинантов и видим довольно сильную категорию, это What Goes Around, Comes Around от Джастина Тимберлейка, Hot Take, но, возможно, одна из лучших песен в его карьере, это Umbrella, Рианы и Джей Зи, окей, все понимают, это The Pretender от Foo Fighters и Rehab от Amy Winehouse, которая забрала награду. Тут в целом очевидно, что Бейонса с треком Irreplaceable, с продюсированием от Nioh была явно фаворитом, но песня Amy Winehouse Rehab с ее абсолютно культового альбома Back to Black, очевидно, казалась сильнее. В следующий раз в большую четверку Бейонса пробралась в 2010 году, и сделала она это сразу три раза, взяв номинации и за альбом, и за запись, и за песню, и это довольно грустный кейс, потому что все эти номинации она побрала с альбомом I'm Sasha Fierce. Дискутировать на его тему можно долго, но на тот момент альбом был откровенно плохо принят критиками, и до сих пор это самая низкооцененная работа в карьере Бейонса, как со стороны музыкальных слушателей, в основном, я говорю не о фанатах, и о каком-то личном мнении, я говорю об общем, так и со стороны критиков, где альбом получил не просто средние оценки, а действительно плохие. И что мы видим в альбоме года? У нас в целом довольно слабая категория. Тут у нас Taylor Swift с альбомом Fearless, у нас Beyoncé, Black Eyed Peas, The Fame Lady Gaga, который явно был одним из фаворитов, и Dave Matthews Band. Альбом забрала Taylor Swift с более простой, понятной работой, кантри-мотивы, на тот момент у нее был довольно сильный подъем в Америке. В целом, кроме нее и The Fame Lady Gaga выбирать было не из чего. В записи года у нас ситуация поинтереснее. У нас тут Taylor Swift с You Belong With Me, сама, собственно, Beyoncé с Halo, I Got A Feeling от Black Eyed Peas и Poker Face от Lady Gaga. Победили Kings of Leon с песней You Somebody, и конкретно тут Beyoncé с потрясающей композицией Halo, одна из лучших в ее карьере, Райан Теддер отлично ее написал. Очевидно, была одним из фаворитов, но Kings of Leon и их более личное, я бы сказал, повествование и создание этой песни все-таки порешало. А вот в песне года в 2010 году случается победа Бейонсе, и это ее единственная победа из 13 в главных категориях Грэмми. Она забирает песню года за Single Ladies. И из других пресендентов у нас тут Poker Face Lady Gaga, Pretty Wings от Maxwell, You Somebody от Kings of Leon, которые выиграли до этого запись года, и You Belong With Me от Taylor Swift. То есть можем посмотреть в данной категории Single Ladies как песня года, а вошла You Somebody от Kings of Leon, хотя в записи года Halo не добралась до первой позиции. И хочу напомнить, что песня года вручается за написание песни, то есть авторство. И это такой в целом уникальный кейс карьеры Бейонсе, где она смогла выиграть эту награду. В следующий раз номинацию в большой четверке Бейонсе получает в 2015 году со своим селф-тайтлом Бейонсе. И тут стоит отдельно отметить, что ни записи года, ни песни года номинации она с этим альбомом не получает. И смотря на номинантов у нас тут Pharrell Williams, Ed Sheeran, Бейонсе, Sam Smith и Beck. Забирают награду Beck. Это высоко оцененная критиками и слушателями работа, очень личная, написанная самим Beck'ом, спродюсированная малым количеством людей и в целом выделяющаяся на фоне этих номинантов. Наверное, примерно в тот момент случается первый раз такой крупной истерики под названием «Почему не Бейонсе?», но если разбирать все покадрово, то в целом можно понять, почему Академия выбрала Beck'а. Но к этим мыслям я вернусь чуть позже, когда буду делать выводы. Следующий раз, когда Бейонсе получает сразу три номинации в главных категориях, я думаю, вы уже все хорошо помните, это 2017 год. Бейонсе с альбомом Lemonade получает номинацию на запись года, на альбом года и на песню года. Во всех трех номинациях она проигрывает Адель с песней Hello и альбомом 25. Истерия была дикая, все прекрасно помнят, забирает у нас Адель с высоко оцененным и коммерчески невероятно успешным альбомом 25. В 2021 году Бейонсе получает свою десятую номинацию в главных категориях. И, кстати, отмечу, что я не считаю те номинации, которые она получала в качестве артиста на фите. Это условно песня с Меган Десталлиан. Мы тут говорим о ее сольном творчестве или том творчестве, которое входит в ее дискографию, а не в чью-то чужую. И на записи года у нас тут песня Black Parade. Это уже год, когда у нас целых 10 номинантов в главных категориях, то есть выбор довольно большой. Очень многие песни могут взаимоисключать друг друга. И смотря дальше, также Black Parade получает номинацию на песню года, где ее обходит песня I Can't Breathe At Her. И это очень показательный момент, который, собственно, и отражается на том, почему она проиграла и запись года. Потому что обе песни I Can't Breathe и Black Parade это песни с социальным подтекстом. И, очевидно, песня Her больше понравилась Академии. И объективно можно согласиться, что она вышла намного сильнее, четче, и посыл там намного более понятен, очевиден и привязан к проблеме. В то время, как у Бейонса Black Parade получилась, ну, довольно огульной. И 2023 год снова аж три номинации у Бейонсы. Это запись песни и альбом года. В записи года ее обходит Лизо с песней About Damn Time. Бейонса же номинирована с треком Break My Soul. В записи года Бейонса обходит Бонни Райот с песней Just Like That. У Бейонса снова же номинация за Break My Soul. Ну, и в альбоме года альбом Renaissance обходит Harry's House. Вот все номинанты. Я думаю, вы их еще хорошо помните, но можно просмотреть визуально. И вот такие вот были все 14, я, кстати, оговорился вначале не 13, а 14 номинаций Бейонса в большой четверке Грэмми. Это огромное количество номинаций и победа у нее из всех них вышла только одна. Теперь переносимся ко мне реальному, к выводам. Ну что, вот такие вот были все номинации Бейонса в большой четверке Грэмми. И, исходя из этого, я пришел к четырем выводам. Три из них довольно короткие, ясные и понятные, а четвертый вывод коснется больше Грэмми как организации, то есть звукозаписывающей академии. Итак, вывод и пункт номер один. Каждый раз в своей категории Бейонса проигрывала достойному конкуренту. Это был критически высокооцененный альбом или песня, который при этом поддерживался либо какими-то особыми моментами, например, в написании, в какой-то личности, повествовании, или же складывался из нескольких составляющих, например, и позитивная оценка критиков и слушателей, и огромный коммерческий успех. Не всегда высокие оценки и коммерческий успех идут бок о бок, но если, допустим, альбом, если говорить о Адель, преуспел и у критиков, и в продажах, то это, конечно же, и края этому большим плюсом. Вывод и пункт номер два. Я считаю, что если посмотреть трезво на все то, что мы видели, то как минимум в половине своих категорий Бейонсе не была даже фронтраннером. Соответственно, ее шансы в тех категориях близились к нулю. Третий пункт самый тупой и очевидный. Бейонсе никогда не была единственным номинантом в своих категориях. Там всегда было много артистов. В каждой категории можно было найти какие-то дипкаты или что-то более популярное. И пять вас номинантов или десять победить может только один. Ну и четвертый вывод, который переведет меня потом к более глубокому обсуждению Академии, это то, почему я, собственно, затеял всю ту идею и показывал вам запись экрана именно с Википедии. Потому что там видно то, что отличает почти все проекты Бейонсе от других победителей в ее категориях. Сейчас вот подумайте, что вы видели. Если не подумали, вернитесь, посмотрите быстренько. Я вам буквально вот дам даже пару секунд, можете даже в коммент написать заранее, что вам бросается в глаза, что отличает проекты Бейонсе от всех остальных, особенно победителей. ответ кроется в том, что вы видите глазами. Это в то, сколько места занимает Бейонсе с ее проектами. А что входит в эти места? Авторы, продюсеры, инженеры, музыканты. И да, вывод не гениальный, но я его подведу к более такому дипкату. Да, проекты Бейонсе это работа огромного, баснословного в рамках музыки количества людей. Над альбомами Renaissance и Lemonade трудилось больше 50 авторов. Это очень много. И возможно, вам может показаться, что это не так важно, мы ведь оцениваем музыку, но нет, это важно. И тут вступает в игру, собственно, членство в Академии звукозаписи, кто эти люди, что это значит, как они голосуют, и почему Бейонсе будет не в фаворитах. По моим последним данным, количество членов Академии звукозаписи, или же Грэмми, насчитывает около 14 тысяч человек. Стоит понимать, что все эти люди работают в музыкальной индустрии, являются авторами, исполнителями, артистами, музыкантами, инженерами, звукорежиссерами, некоторые музыкальные критики и журналисты, но в очень малом числе. И, соответственно, все эти люди из абсолютно разных жанров. Соответственно, в эти 14 тысяч человек входят все эти люди из всех тех категорий, которые существуют на Грэмми. Если вы вдруг не знаете, каждый раз до Грэмми проходит прецеремония, где вручается 50, что ли, наград, потому что Грэмми охватывает всю музыкальную индустрию, и это не только там рэп, попса, рок, металл. Это и кантри, это американо, это латинская музыка, это инструментальная музыка, это оркестровая музыка, это абсолютно все жанры, поджанры, даже авторство нот, даже начитка книг. Это все звукозаписывающая индустрия, в которую входят люди, в которые они работают всю свою жизнь, являются мастерами, и, соответственно, они являются частью Грэмми. Важный момент заключается в том, что не в каждой категории голосуют все эти 14 тысяч человек, потому что Грэмми работает так, что во всех профильных категориях имеют право голосовать только те, кто находится в своем профиле. То есть, соответственно, допустим, существует профиль музыки жанра американо, такого довольно узкого. Допустим, в этой категории из 14 тысяч человек работает 500. Соответственно, во всех категориях стиля американо, то есть American Roots Performance, Best Performance как-то так называется категория, соответственно, там голосуют только эти 500 человек. И, соответственно, человек из там стиля американо не голосует в категорию лучший альбом металл или лучший рок-альбом. И такс абсолютно каждой профильной категории. Это R&B, это поп, это рок и все остальное. Но, что касается большой четверки, там голосуют абсолютно все члены академии. И этот момент очень показателен и очень важен. Потому что, во-первых, все эти люди плюс-минус профессионалы своего дела. В основном, несмотря на то, что по последним данным несколько лет уже Грэмми принимает как можно больше молодых членов, это все еще люди более пожилого возраста, которые долго работают в индустрии. И нужно понимать, что эти люди не слушают музыку точно так же, как ее делаете вы. Эти люди собаку съели на всем, что связано с записью, с профессиональным сведением, с созданием композиции, с написанием музыки. Соответственно, когда они прослушивают песню, они ее в голове максимально вот сразу на ходу раскладывают на абсолютную кучу составляющих. Смотрят, кто занимается авторством, сколько людей занималось авторством, кто вообще создавал концепцию альбома. И тут приходит на ум огромное количество разницы, потому что, естественно, те люди, которые, например, голосуют в поп-категории, не будут сильно на этом зацикливаться, потому что в поп-музыке считается абсолютной нормой, когда музыку создает много людей, когда даже сам автор не принимает участие в музыке. Но стоит понимать, что несмотря на то, что поп-жанр это очень широкий спектр музыки, и, возможно, ну, представим, что из всех 14 тысяч членов звукозаписывающей академии, допустим, поп-категорию составляют очень много людей, допустим, их там 4 тысячи. Это прям, не знаю, супер потолок, я сомневаюсь, что их там столько. Но допустим. Но при этом стоит понимать, что против этих 4 тысяч все еще останется десяток тысяч людей, работающих, допустим, в жанре кантри, который никогда не потерпит огромное количество сонрайтеров или огромное количество продюсеров, точно так же и другие категории, потому что чем нишевее категория, тем там люди больше горят своим творчеством, делают все сами, своими руками разбираются, шарят и очень за это цепляются. И, кстати, чтобы не быть голословным, часть из этого я пересказываю со слов человека, пожилого, мужчины, белого, который очень много лет был членом академии в одном из небольших поджанров и он этим всем поделился. Соответственно, когда дело доходит до голосования в главных категориях, у нас абсолютное смешение возрастов, рас, пола, взглядов и все эти люди в большей мере цепляются за то, как музыка создается. И каждый раз, смотря на Бейонсе и тот материал, с которым она номинирована, мы видим то, что ее музыку создает огромное количество людей. И в целом, если быть погруженным в индустрию, не надо быть даже супераналитиком, потому что эту информацию сливали даже авторы композиции, все в индустрии естественно это знают, что Бейонсе не пишет свою музыку вообще, но при этом всегда оказывается в числе авторов и продюсеров. Но если вдруг кто-то не знает, то расскажу вам секрет, как работает авторство Бейонсе. Возможно, для вас это покажется нечестным, но мы тут собрались обсуждать не честность, не честность, заслужила, не заслужила, нет. Мы тут обсуждаем более-менее факты, но работа с Бейонсе примерно такая. Если она хочет у какого-то композитора купить песню, которая ей нравится, то условие покупки такое. Бейонсе нужно вписать в сонрайтеры, даже если она не прикасалась к этой песне. У автора есть выбор. Либо продать песню Бейонсе, получить много денег, но вписать ее в авторы, соответственно, Бейонсе тоже будет получать авторские отчисления и быть частью каждой песни, потому что не все премии награждают исполнителей, некоторые премии награждают только авторов. Либо же автор может быть принципиальным, не согласиться продавать свою музыку Бейонсе, соответственно, ничего не заработает, а песня может навсегда отправиться на полку. Соответственно, когда все эти люди видят бюллетени, а там всегда указан не только название альбома, но и все авторы, продюсеры, соответственно, сами понимаете, вы видели наглядно, что у Бейонса списочек внушительный, то это сразу цепляет их взгляд, и в этом она сразу проигрывает на несколько баллов. И, естественно, ее всегда поддержит ее субжанр, это Iron B. Ее поддерживают очень многие из поп-музыки, но часто этого может быть недостаточно, потому что ни одна из категорий не может быть абсолютно доминирующей во всем. То есть, чтобы в главной четверке кто-то победил, его, помимо его жанра, должны поддержать еще люди из других жанров и согласиться с тем, что данная запись, песня, альбом действительно достойны победы. И именно так, таким вот несложным математическим путем происходит определение победителя на Грэммию. И да, также по информации того самого источника, который рассказывал о том, как происходит голосование, не стоит забывать о том, что действительно все еще на Грэммию доминируют люди пожилого возраста и, возможно, до сих пор большинство из них белые. Но при этом, скажу честно, не существует уже давно такой проблемы, что в суперфаворе будет белокожий исполнитель, потому что действительно раньше, чтобы темнокожему артисту выиграть какие-то категории, допустим, Стиве Вандеру в 70-х, нужно было быть экстраординарно талантливым. И у Стиви Вандера получалось, он брал несколько раз альбом у года вообще без проблем. Сегодня такая проблема не стоит настолько остро, но все еще существует правило того, что артист должен быть сильнее своей конкуренции и от этого никуда не деться. Соответственно, таким вот в целом несложным путем логики мы приходим к факту того, почему Бейонсе в целом никогда не отмечается как сильный кандидат в большой четверке Грэмми. И каждый раз ее обходит кто-то другой. Это Гарри Стайл с альбомом Хэрри's House, над которым трудилось максимум 10 человек, в то время как Бейонсе и Ренессанс очень сильно полагалось во-первых на уже созданную музыку, на сэмплы и над ее альбомом трудилось больше 50 человек. Альбом Lemonade, который проиграл альбом 25 Адель. У Адель опять же над альбомом трудилось около 10 человек, у Бейонсе это больше 50. Альбом Бека, который он писал полностью сам и в основном сам его даже продюсировал и собственно Бейонсе с ее салфтайтлом, над которым работало огромное количество людей. Бонни Райт, забравшая песню года, она написала и спродюсировала песню сама, то есть над ней вообще никто больше не работал. При этом смотрим сколько человек делала Break My Soul. И в целом даже если посмотреть другие премии других лет и на других победителей возникает паттерн, что в целом члены Академии всегда ценят музыку, созданную больше с душой. И одним из примеров того, когда такое не случилось и победила песня с достаточным количеством продюсеров трех и авторов это сама же Бейонсе с песней Single Ladies, которая забрала песню года. Поэтому, конечно, исключения случаются, но паттерн абсолютно заметен и понятен. И вот именно поэтому я считаю, что из-за того, какой подход у Бейонса к музыке, он более сложный, он сильно структурированный и он больше сосредоточен на каких-то концепциях и попытках выдать что-то большее, чем просто музыку, в то время как люди, горящие музыкой, всегда будут топить только за музыку. Вот, собственно, и ответ на ваш вопрос. И это все мысли, которые я хотел высказать на данный момент на эту тему. Поэтому пишите теперь вы, что думаете, как вам вот анализ номинаций, что вы о них думаете. Давайте как-то без фанатизма действительно трезво оценим. Я готов к обсуждению в комментариях. Тема очень интересная. Я думаю, будет еще актуальна не раз. Так что жду вас в комментах. Не забудьте поддержать ролик лайками, чтобы его увидело больше людей. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.